Всем привет! Сегодня у нас последний полноценный день в Белиси. Сейчас мы отправляемся на метро в центр города, где погуляем, посмотрим крепость Нарикала, несколько интересных церквей, красивую башню с часами, там же рядом расположен еще музей марионеток. И в заключении данной серии мы подаем к Площади Свободы. Всем желаю приятного просмотра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не менее известным памятником старины Тбилиси является храм Метехи XII века, стоящий у самого края коммунистов берега Куры и бывшей в прошлом крепостью резиденции грузинских царей. Под сводами храма Метехи захоронена первая грузинская мученица царица Шушамика Ранская, убитая мужем огнепоклонником в V веке н.э. В исторических источниках Метехи упоминается с XIII века. Храм на протяжении веков неоднократно разрушался и вновь восстанавливался. Больше всего он пострадал от монгольского нашествия. Тогда же была самая первая его реставрация. В XV веке он вновь был разрушен, на этот раз персием. В XVI-XVII веках грузинские цари перестраивали Метехи. Затем они реставрировали в середине XIX века. Тогда укрепления вокруг храма были разобраны, а на их месте была построена тюрьма. Сегодня взор у туристов предстает небольшое, но высокое кирпичное строение квадратного плана, в центре которого высится круглая башенка с остроконечной крышей. Это все, что осталось от древней крепости, куда входили замок, монастырь и храм. Прямо перед храмом стоит современный памятник, бронзовая конная статуя основателя города Вахтанга Горгасаль. Немного дальше по реке мы видим пешеходный мост тугообразной формы из стекла и стали. Этот мост называется Мост Мира. Он был открыт в мае 2010 года. Был предварительно привезен в Грузию из Италии в разобранном виде из 200 составляющих. Мост длиной 156 метров встроено более 10 тысяч лампочек, которые включаются ежедневно за полчаса до заката. В противоположном берегу Куры нас ждет много чего интересного. Например, крепость Нарикава. Мы туда поднимемся, обязательно посмотрим. И церковь, которая расположена внутри крепости. Там много чего интересного можно посмотреть. И обязательно я расскажу вам о ее истории. Также чуть правее расположен монумент Мать Грузии, которая хорошо видна отсюда. Когда мы поднимемся к крепости, то она будет видна только с противоположной стороны, потому что спереди посмотреть ее, к сожалению, нельзя будет. Там очень неудобный рамок. Продолжение следует... Мы направляемся дальше в направлении крепости Нарикава. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Бани. Это одно из самых известных мест Тбилиси. Абонату Бани, буквально означающий банный район, является древней частью Тбилиси, известной своими знаменитыми кирпичными домами и серными банями. Происхождение данного района восходит к временам, когда был основан город и играет важную роль в ее истории. Согласно легенде, сокол царя Вахтанга Гаргасали упал в один из горячих источников, и царь решил построить столицу на вершине источника. В результате Тбилиси получил свое название – «Теплое место». От тех самых горячих источников, которые проходили под городом, и в конечном итоге стали основой для бань. Многие из бань были вдохновлены традиционными банями в персидском стиле. Разница в том, что вода в Тбилиси не нагревается вручную. Вместо этого под землей проходил естественно горячий источник. Серные бани давно пользуются большой популярностью. Среди знаменитых посетителей был известный русский поэт Александр Пушкин, который во времена своего визита в 1829 году похвалил их, сказав «Отроду не встречал я нигде и ничего роскошнее Теплисских бань». Очень точные слова для описания серной бани. Говорят, что бани не только расслабляют, но и приносят бесчисленную пользу для здоровья. Сера в воде помогает бороться при сухости кожи, сыпи, проблемах с уставами и так далее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мы подходим к крепости Нарикала. Святая гора Мацадминда до сих пор хранит на себе фрагменты древней крепости Нарикала. Это самый известный древний памятник тбилисской старины. Горожане зовут ее душой и сердцем города. Датой постройки крепости называют приблизительно 4 век нашей эры, то есть она стоит фактически с основания самого города. В дальнейшем крепость много раз расширялась и достраивалась. В 7-8 веках арабами. Кстати, цитадель в современном виде является собой яркий образец именно арабской фортификации. В 11-12 веках монголы. Кстати, первоначальное название крепости Шуриз Цихи. Завидная крепость. А со времен монгольского нашествия крепость стала называться Нарын Кала. От тюркского Нарын Малая, а Кала Крепость. Источники утверждают, что Нарикала, находящаяся на Великом Шелковом Пути, была наиболее укрепленной и неприступной в портификационной системе Тбилиси. В 1827 году крепость была разрушена землетрясением. И с тех пор цитадель полностью не восстанавливалась. Но сохранившиеся до сих пор каменные башни Нарикала по-прежнему остаются молчаливыми свидетелями истории древнего города. Монумент Мать Грузии. Туристы могут полюбоваться на 20-метровый памятник слезу или подняться на Салалаке и подойти ближе. Внешний вид и атрибуты статуи являются глубоко символичными. Мать Грузии изображает как всю страну и национальный характер ее народа. Готовность гостеприимно принять друзей с чаши вина в левой руке или достойно дать отпор врагам мечом в правой руке. Второй символический смысл дает дань уважения женщинам Грузии. Издавна они ничем не уступали мужчинам, сражались рядом и успевали поддерживать домашний очаг. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На территории крепости также находится храм Святого Николая, датированный в 12 столетии. Храм был реконструирован в 1996 году в традициях окружающей его крепости. Внутренняя часть украшена пресками, изображающими как действие сцены, так и историю Грузии. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну что ж, мы погуляли по крепости Нарекало, посмотрели на все интересное. Сейчас пойдем гулять по историческому центру Фениси Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это одна из самых интересных достопримечательностей столицы Но знают о ней даже не все местные Добраться до нее легко минут десять пешком от стеклянного моста мира Основал кукольный театр грузинский драматург и художник Резо Габриадзе в 1981 году Почти он пристроил к нему башню в средневековом стиле Часовая башня стала доминантой театра и самым фотографируемым объектом в данном районе Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Храм не может похвастаться изысканным декором, скорее очень прост в отделке, зато его стаж более полутора тысяч лет. Церковь разрушалась и восстанавливалась несколько раз в 15-17 веках. При этом на западной стене от самой ранней части строения сохранился высеченный из камня медальон с крестом. Название церкви произошло от перенесенной из анчийского кафедрального собора знаменитой иконы спасителя, некогда принадлежавшей царице Тамаре. Анчисхате переводится античная икона. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Всем пока.